Сегодня молодежь и участники театра эстрады «Феерия» под руководством Инны Пресекайло показали свое посвящение литературной традиции, а именно пьесе Волгакова «Дни турбины». Звучали сцены из пьесы и русские романсы в исполнении участников. Это своего рода посвящение не только литературной традиции, но и тем событиям, как на них отзывались тогда, и как сегодня реагирует на них современник, а именно молодые ребята, которые соединяют эхом то, что было написано, сказано, и, как говорится, история повторяется, не только обнуляется, но еще и повторяется. И вот тот отклик, который они сегодня показали, это и была та сентенция того, что, собственно, из прошлого и будущего возникает. Вот так. В свете последних событий и то, что сегодня происходит в Украине, почему именно? Это никак не связано с тем, что происходит в Украине? По-другому? Связано. Это связано тем, что у нас была масса пророков, которые говорили об этом, но мы делаем вид и живем так, как будто нас никто об этом не предупреждал. И, собственно, результатом повторений является человеческая невнимательность. В общем-то, и Библия же писала очень много о тех узловых ошибках, которые совершает человек. Но каждое новое поколение ведет себя как неофиты. Мы рождаемся и делаем вид, будто нас это не касается, и повторяем те же ошибки, которые были совершены. Это значит, что мы не чутки и мы не слушаем своих пророков. А у нас они были. Тот самый Иван Миколайчук, который в фильме «Вавилон 20» Шовенказов в финале, он играл юродивого пророка. Пророк – это тот, кто стоит против толпы, который предупреждает. Так вот, Иван Миколайчук предупреждал, будучи пророком украинского кино, и не только киноискусства, не робить всего, потому что я проклянулась того света. Это говорит поэт. Самое большое оскорбление для нации, то есть обида, если на нацию обижаются ее же пророки. Вот этого нельзя допустить. Когда на нацию обижаются ее же пророки. И мы довели до того, что на нас обижаются наши же пророки. И мы имеем то, что имеем. Поэтому мы взяли эту вещь, как еще одно из напоминаний. Потому что театр – великое напоминание и великое предупреждение о том, чего мы не должны делать. Вот. На фоне того, что происходит, Булгаков не обидно звучит для Украины? Не обидно ли звучит Булгаков для Украины? На фоне того, что происходит. Я правильно послушал? Да, да. Не обидно ли звучит Булгаков на фоне того, что происходит сегодня для Украины? Конечно, обидно. А что же не обидно? Мы знаем, как Булгаков относился, но мне кажется, что великодушие Украины заключается в том, что она способна вести диалог с любыми воззрениями. И то, что она принимает на свою землю людей, а Гоголь, тогда правомерен вопрос о Гоголе, традицию которого Булгаков очень уважал. Гоголь, который вышел, не сказал, вышел, остановился в степи пописать, посмотрел на всю эту даль, не застегнув ширинку, сказал, боже мой, проклята земля, Николу тут ничего не будет, как скучно жить. Разве он сказал это, отталкиваясь от невероятных просторов в степи, ему просто не хотелось возвращаться туда, куда он ехал. Аша. Спасибо. Как вас представили? Извините за это. Правильно. Роман Покровский. Спасибо. Спасибо.